МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я сейчас буду глобально претендовать на правоопределения того, как должен быть обустроен наш мир. Значит, я хочу сразу сказать, прежде всего, что, во-первых, все, что я скажу, это мое искреннее убеждение. Я представляю, сколько будет вылета в мой адрес всего сейчас доброго и хорошего, и, как пишут в интернете, как много нового я о себе узнаю. Но, в конце концов, это дело не мое, мое дело просто высказать то, что я думаю и чувствую. Второе. Я совершенно не исключаю, что все то, что я сейчас скажу, может быть, психиатрами и всеми другими людьми доброй воли расценено как извращенный взгляд на мир. Возможно. Не мне, в конце концов, решать. Итак, смотрите, то, что я читаю каждый день и вижу каждый день, говорит о том, что в мире возник некий системный кризис. Мы как-то вот зациклены на своих проблемах – экономика, культура, внешняя политика, внутренняя политика. В России, как мне кажется, живет огромное количество людей, которые делят мир на ад и на рай, полагая, что ад – это то, что укладывается в границы Российской Федерации, а рай – это то, что укладывается в границы западного мира. Мне лично кажется, что это не так. Вот я, например, вижу, что нарастают критические явления во всех странах мира одновременно. Я, например, вижу, что с той же скоростью, с какой Россией опускается в хаос, с такой же точно скоростью опускается в хаос Соединенные Штаты Америки и Западная Европа. Это разные дороги. Они опускаются в хаос по разным дорогам, но опускаются, потому что правительство европейских стран и правительство Соединенных Штатов Америки ведут себя, на мой взгляд, крайне беспомощно и совершенно невразумительно. Ну, а то, что мы ведем себя так, это вам видно и без меня. Я хочу сказать, что кризис развивается, еще раз повторю, глобальный, в пределах всего мира, и кажется мне, что связан этот кризис не с экономическими, не с политическими, не с культурологическими и даже не с философскими проблемами, а с проблемами исключительно нравственного характера. Мне кажется, что, кстати, Россия в меньшей степени здесь, а Запад в большей, мы стали жертвами элементарного, чудовищного лицемерия. Как я уже, вот еще раз хочу подчеркнуть, Россия в этом смысле страна более честная. Нам в этом смысле лицемерие свойственно менее всего, но более всего оно свойственно странам Запада, так называемым, значит, демократическим странам и социумам. Что я имею в виду? Дело в том, что до совершенного абсурда, на мой взгляд, доводятся понятия демократии и толерантности. Мой взгляд на вещи заключается в том, что демократия и толерантность – это такие лекарства, которыми должны обмениваться друг с другом демократы и толеранты. Я совершенно убежден в том, что толерантным можно быть только по отношению к толерантному человеку, и демократом можно быть только с демократом. Отчего я так думаю? Я думаю так от того, что я как врач просто знаю, что равенство людей и обществ, и народов, и наций никакого нет и быть не может. Люди, нации, народы не могут быть равны друг другу уже по генетико-биологическим основаниям. Все люди рождаются на свет разными. Одни рождаются умными, другие – не слишком, третьи – совсем глупыми. Одни рождаются с таким набором качеств, которые запрещают им раз и навсегда совершать преступления, даже если они оказываются в преступной среде. Другие же обладают таким набором качеств, которые, наоборот, способствуют выходу за рамки табуированных понятий и схем, называемых законами. Где, на каком уровне закладываются вот эти генетические различия, которые касаются конкретного человека, народа, нации, я не знаю. Думаю, что не знает никто. Я полагаю, что вот здесь, в этой узкой щелочке и кроется Бог. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, все люди и все народы и рождаются, и живут по-разному. И совершенно невозможно, на мой взгляд, загонять всех в одинаковые рамки закона, религии, межчеловеческих отношений, государственных отношений, игнорируя вот эти их врожденные различия и качества. Смотрите, такое страшное понятие, такая жуткая теория, как расизм, имеет под собой очень много рациональных, реальных и отнюдь не человеконенавистнических оснований. Ну, например, все знают, и многие даже не стесняются об этом говорить, что джаз никто не сыграет и не споет лучше, чем темнокожий. Есть белые музыканты, белые певцы, которые хорошо поют джаз. Но так, как исполняют джаз люди с иным цветом кожи, афроамериканцы скажут, так не споет и не сыграет джаз никто. Мало кто может пробежать стометровку так здорово, как это сделает человек с темным цветом кожи. Почему это происходит? Потому что за негроидами генетически закреплена способность к выносливости, колоссальной выносливости. А что касается джаза, за ними закреплена способность к безграничной импровизации, к какому-то колоссальному глубинному проникновению в некую непознанную нами суть вещей, которая выходит за рамки вещества. Я не хочу сказать, что все негроиды – великолепные джазисты и прекрасные бегуны. Я говорю о некоем мейнстриме, о главном направлении движения нации и народа. Так вот, в этом смысле, как я уже сказал, каждый народ снабжен таким набором качеств, который выгодно его отличает от другого народа, этим набором качеств, неснабженным. В то же время, другой народ отличается другим набором качеств, который выгодно отличает его от народа первого. Это расизм, безусловно, это расизм. Есть ли здесь зерно для человека ненавистиства? Есть. Есть ли расизм довести до крайних пределов, до абсурда? Ведь на основании того, что я сейчас сказал, можно просто решить, что всех, кто плохо поет джаз и плохо бегает стометровку, надо отправить в газовую камеру. Это вот такой пример, когда нормальная идея, трезвая, доводится до абсурда. Точно это же происходит с толерантностью, например. Толерантность не может быть распространена в одинаковой мере на всех людей, населяющих земной шар. Она не может быть применена к тем, в чьей генетической структуре, в чьей, скажем, кармической родовой структуре не прописано толерантное отношение к соседу. Его там нет, этого отношения. Внедрить его со стороны воспитательными методами совершенно невозможно. Тогда возникает вопрос, а как же жить в обществе, где существуют толерантные люди, нетолерантные люди? Я полагаю, что если человечество хочет избежать тотального самоуничтожения, то оно рано или поздно придет к режиму культурной сегрегации, к гуманной сегрегации. В чем это будет заключаться? Я вижу это так. Мне кажется, что мы неизбежно придем к такому положению вещей, когда медицина, социология, биология, генетика, культура, педагогика, юрисдикция, все механизмы современного социума должны будут выработать такие критерии и тесты, которые позволят с самого раннего возраста определять, к чему данный конкретный человек более склонен. Прописана ли в его родовой, генетической, биологической структуре способность подчиняться закону? Является ли он человеком, склонным в большей степени к работе в области культуры, чем к работе в области физического труда? Создано ли его тело для того, чтобы он мог прыгать в высоту лучше других? Или его тело создано для совершенно иных вещей? Короче говоря, мне кажется, что исчезновение гражданских войн, бунтов, конфликтов в будущем, если человечество к этому стремится, а оно к этому стремится, связано с тем, что социум должен будет выработать жесткие разнообразные механизмы критериальной оценки, которая позволит с самого раннего детства направить человека по определенной дороге, не насильственно, естественно, направить, а все ему объясняя. Причем вот эту философию должны будут разделить родители, чтобы ребенок в семье не слышал вещей, противоречащих тому, что он слышит в детском саду и в школе. То есть все общество должно будет согласно прийти к идее культурной сегрегации, как к некой идее выработки механизмов, позволяющих человеку как можно раньше найти себя и пойти той дорогой, для которого он создан. Потому что, смотрите, ну вот сами посудите, например, если мы выявляем на генетическом, на биологическом уровне, а это скоро уже можно будет сделать, мы выявляем некую национальную или территориальную группу, в характере которой, в физическом устройстве тела которой прописана склонность к насилию. Разработать такие тесты совершенно нетрудно. Это просто вопрос времени и технологий. Главное, чтобы была принята эта идея. Если мы выявляем такую группу людей, согласитесь, совершенно бессмысленно пытаться формировать из них художников, музыкантов, педагогов, юристов, врачей. Эти люди, очевидно, должны будут с самого детства направлены по такой дороге, которая приведет их в спорт. Или в армию. Понятно, что армия будет всегда, потому что то, что мы называем внешним врагом, в какой-то степени для человечества сохранится всегда, даже если мы выйдем за пределы Солнечной системы. Бог знает, с кем мы столкнемся там. Поэтому некие силовые структуры, действующие в рамках закона, нужны будут всегда обязательно в любом обществе. Совершенно иная, скажем, структура. Путем генетических, биологических тестов мы выявляем некую группу людей, склонных, скажем, склонных к какой-то аналитической, вдумчивой, кропотливой работе. Понятно, что этих людей направлять в армию совершенно бессмысленно. Понятно, что из них должны быть сформированы группы юристов, ученых, аналитиков. То есть людей, которые будут делать то, к чему они приспособлены. Я еще раз хочу сказать, как бы это ни звучало утопически, в принципе, это вопрос двух вещей. Это вопрос, во-первых, разработки соответствующих тестов. И, во-вторых, это вопрос добровольного принятия человечеством той идеи, что равенства в природе никакого нет. В природе есть симметрия. То есть определенное количество черного в природе всегда противостоит определенному количеству белого. И в столкновении, в мягком столкновении этих двух крайностей рождается нечто серое, нечто серо-буро-малиновое и все другие оттенки. Если в природе это так, бесполезно добиваться формирования в обществе того, чего нет в природе. Бесполезно устраивать общественную структуру, противоречащую законам природы. Общественная структура должна вытекать из законов природы и, так сказать, никак иначе. Поэтому идея сегрегации существует в окружающем мире на уровне физики. Электрон не равен никакой другой элементарной частице. Атом одного вещества не равен атому другого вещества. Это не означает, что атом тяжелого элемента лучше или хуже атома легкого. Это означает, что эти атомы приспособлены для разных вещей. Они появились разными, чтобы создавать разные вещи. И смешивать их вместе, пытаться их менять местами, это совершенно противоестественная задача. Более того, мне кажется, что если есть на свете дьявол, то вот именно эту путаницу он в наши мозги и сердца и внес. Мне кажется, что вот идея равенства это совершенно дьявольская идея. Мы говорим иногда «все равны перед Богом», говорят люди, которые верят в Бога. Что они имеют в виду, что при этом имеется в виду? Имеется в виду только две вещи, на мой взгляд. Имеется в виду, что Бог всем равно даровал свободу воли и что все мы рано или поздно предстанем перед Его судом. Но ведь приговор у всех будет разный. И свобода воли каждым из этих людей будет по-разному использована и применена. Это же не равенство. Это симметрия. Какое-то количество легких приговоров, милостивых, будет противостоять количеству смертных в кавычках приговоров. Тот, кто использовал свободу воли для убийства других людей, будет уравновешен симметрично количеству людей, которые использовали свободу воли для противодействия свободе воли черных сил. Это ведь не равенство. Это не одинаковое количество чего-то на чашках весов. Это разное количество чего-то на разных чашках. И чашки это постоянно колеблются. Поэтому мне кажется, что в разумной сегрегации, в изначальном определении человека, народа, нации, приспособленного для совершения определенных задач по преимуществу, нет ничего плохого и ужасного. Наоборот, мне представляется, что нет ничего лучше разумной сегрегации и разумного расизма. Потому что, в конце концов, если каждый человек будет делать то, для чего он родился, то, что ему нравится, то, что он должен делать, вот общество, состоящее из таких людей, человечество, состоящее из таких обществ и стран, это счастливое человечество. Смотрите, применительно к России. Например, зачем мы бьемся над тем, чтобы Россия стала страной высоких технологий? Смотрите, населению России в силу его характера удаются невысокие технологии. История показывает, что население России создано как население, которое демонстрирует миру полет фантазии. Мы рождаем потрясающие идеи, неслыханные идеи, но воплотить эти идеи в жизнь мы не можем. Почему не оставить Россию в этом смысле в покое и не предоставить населению Российской Федерации этой идеи генерировать? Воплощать их в жизнь должны те, кому в лучшей степени удается отверточная сборка. Что в этом унизительного? Ничего. Поэтому я считаю еще раз, что счастье человечества и попытка продления его дней лежит не на ложном пути всеобщего равенства, толерантности неправильно понятой и демократии, распространяющихся на тех, для кого она неприемлема в силу своей телесной, духовной, душевной, ментальной структуры. Счастье человечества и продление его дней, на мой взгляд, лежит на пути принятия законов разумной сегрегации, культурной сегрегации, гуманной сегрегации, определения предназначения каждого человека и каждого социума к тому, к чему он приспособлен более всего. Вот, пожалуй, и все. Я еще раз хочу сказать, что я заранее извиняюсь перед всеми, кого я оскорбил этим монологом, я никого не хотел обидеть, просто я так думаю. Может быть, подумаем вместе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok